20 километров от Красноярска, Мирьяновский район. 20 минут дороги показались мне вечностью. Мои страхи сбылись. Я кинофоб, то есть боюсь собак. Поэтому первые минуты в собачьем питомнике в прямом смысле ходил по стенке. Посмотрели, дни свои. Естественно, они вот гладят. Они всегда на чужих реагируют. Они охраняют свою территорию. Ухаживает за животными Марина. У нее день расписан по секундам. Накормить, напоить и за ухом почесать. Все хозяйство на ней. Вы волонтер? Ну, получается, да. То есть помогаем собакам, долечиваем их, кормим и пытаемся пристроить людям. Первая собака, с которой меня познакомила Марина – тучка. Мой страх начал отступать. Собачка очень активная, хорошая, добрая, привитая, стерилизованная. Вот. Нашли ее на дачах. То есть, видимо, хотели с нее сделать алабая. Купировали вот ушки, хвостик. Но когда собачка, видимо, выросла, то есть получилось, что она не алабая, а обычная дворняжечка. Тучка, вопреки кличке, по характеру ласковая и дружелюбная. И она ищет хозяина. Как и все животные в ожидании его прихода, дни коротает в питомнике. Следующая наша героиня – лиса. Очень добрая, ласковая тоже собачка. Своим характером, как говорится. Такая прямо любвеобильная. То есть она любит, чтобы ее погладили, чтобы ей уделили время, внимание. Лисичка будет отлично чувствовать себя и в квартире, и в загородном доме. С ней я подружился сразу. Мы поносились, повалялись в снегу и окончательно забыли о страхах. Любишь пузико, когда почешут. Любишь пузико, когда почешут. Если вы готовы поделиться лаской, теплом и крышей над головой с тучкой, лисой или другой собакой, звоните по телефону, который видите на экране. Хозяином этой доброй, ласковой и чистой собаки, а также других, о которых мы рассказали, вы можете стать уже сегодня с заботой о братьях наших меньших – Дмитрий Дячков и Константин Шубкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова